Новый учебный год чиновники с Министерства образования начинают по-новому. Приятная новость – отечественным педагогам поднимут зарплату и начнут обучать по Кембриджской программе. Учителей эти меры должны подталкивать на использование новых информационных технологий. Но всё это, по словам вице-министра Мурата Урунханова, зависит от доброй воли педагогов. В этом вопросе, конечно, какую-то отмашку от Министерства ждать нельзя. Учителя страны, конечно, руководствуются собственным пониманием своей роли в подготовке, воспитании подрастающего поколения и руководствуясь своим потенциалом. К слову, накануне педагог по образованию и мэр Астаны по должности и Манголит Асмагомбетов, совещаясь с учителями, тоже долго говорил о внедрении новых технологий. Вот как должно бы быть это в школах по господину Асмагомбетову. В средней школе необходимо постоянно обновлять свой инструментарий, внедряя в процесс обучения современные технологии, новейшие средства коммуникации. Необходимо быть в курсе любых изменений в информационном и технологическом пространстве для того, чтобы соответствовать уровню и интепту развития информационного общества. 30 лет назад я эту школу закончил, и мне стыдно в эту школу заходить. Я такую школу не видел. Но у меня двое маленьких детей, в втором классе и в четвертом классе, и они ходят в эту школу. Вот она, да? У предпринимателей самого близкого к Астане села Хазлсуат Тукбулата и Гасанова каждый день перед глазами иная картинка. Вот эту школу в родном ауле он отремонтировал сам. Провел воду, сделал санузел, наладил отопление. И тут, как говорится, не до 4G. Говорит, государственные программы остаются на уровне трибун и осваивания средств. Пользу ни от одной из них козлсуатовские школьники на себе не испытали. Была же программа «100 школ от президента». Если самый близкий поселок от Астаны, самый близкий поселок, вот мы, никакой школы не можем увидеть. Я не знаю, что за программа была, которая была у Каз-президента, а никто ничего не слышит. За последние годы сфера образования лихорадит совсем не по-детски. И ведь деньги вливаются взрослые. Каждый новый министр пытается запомниться реформами. Но если реформа – это изменения, то изменений к лучшему не видно.